Раньше жительницы 23 микрорайона анализы сдавали по месту жительства, но на УЗИ все же ездили в ЦГБ. Оснастить каждое медучреждение современным оборудованием, финансовые возможности Минздрава не позволяют. Теперь все процедуры проведут в Центральной горбольнице. В связи с объединением двух учреждений, первой поликлиники и Центральной городской больницы, женская консультация с 1 февраля будет размещена на базе Центральной городской больницы. Записаться в женскую консультацию можно будет по телефону через колл-центр, обратившись в регистратуру первой поликлиники или Центральной городской больницы, соответственно, либо записаться через госуслуги. Все беременные женщины, которые состояли на учете в первой поликлинике, продолжат свое наблюдение у своих докторов на базе женской консультации Центральной городской больницы. Как пояснила Светлана Назарова, к ЦГБ относятся 42 тысячи женщин. Оснащенность оборудованием отличная. Например, на цифровом маммографе можно на ранней стадии выявить патологии молочной железы и онкозаболевания. Кроме того, проводят многочисленные процедуры. В условиях дневного стационара мы выполняем абсолютно все малогинекологические операции. Мы проводим прерывание беременности медикаментозным способом и проводим ряд курс-физиопроцедур. Такие, как, например, абдоминальная декомпрессия, которая является единственным в городе аппаратом, и аппарат электросон для лечения патологии у беременности. Юлии Коржовой до появления сына осталось ждать пару месяцев. Это уже вторая беременность, и обе прошли под наблюдением врачей ЦГБ. Сама будущая мама говорит, очень удобно. Пока она за несколько часов проходит все необходимые процедуры, муж успевает съездить по своим делам. Сдаю анализы, прежде всего УЗИ прохожу каждые две недели, явки посещаю. Вот сейчас первая КТГ у меня сегодня. Все как бы очень нравится, персонал внимательный, врачи все как бы доступно, объясняют нормально. Если есть какие-то вопросы, всем очень довольна. Все ли хорошо с ребенком? Этот вопрос чаще всего задают будущие мамы. Поэтому им так важно вовремя сдать все анализы, скрининги, пройти УЗИ на современном оборудовании. Мне кажется, все анализы, которые только можно было сдать, все сдали. То есть полностью все здорово, все хорошо. Со спокойным сердцем? Да. Услышать, как бьется второе сердце внутрь нее, сегодня смогла бейчанка Нина Голубкова. На экране аппарата УЗИ женщины могут впервые увидеть носик, губы малыша. И даже пересчитать пальчики на миниатюрных ручках. Бить им кулачок с пальцем по пять на каждой руке. И у вас будет девочка. Первый прием у врача решающий. Здесь сразу определяют весь комплекс процедур. Исходя из имеющихся заболеваний, женщины могут назначить дополнительное обследование. Выбирают удобные даты прохождения анализов. Все, кстати, проводят на базе ЦГБ. Не нужно ничего сдавать за пределами больницы. Сначала мы с ними знакомимся, опрашиваем. Сразу заводим карту. То есть постановка на учет по беременности осуществляется в день обращения женщины. Конечно, сейчас удобнее работать. У нас шире возможности. Поэтому и беременные, и все под присмотром. И связь у нас с ними налажена. Женщины все знают, что они в любой момент нам могут позвонить и решить все проблемы свои. Да, пациенткам первой поликлиники ездить из центральной части Бейска придется в Заречье. Это, пожалуй, единственный минус. Из плюсов – современная аппаратура, обширный медперсонал, все узкие специалисты, лаборатория, стационар, роддом – все в одном месте. Ксения Цапко, Андрей Сегаев. Будни.